Доброго времени суток всем, добрые наши зрители, гости канала, наша такая большая дружная семья. С вами, как всегда, приют творит добро и волонтер Наталья. Сегодня у нас повторный ролик о сборе финансовых средств на питание. К сожалению, не получается нашей командой вовремя все собрать, но у нас есть срок до завтра, до пятницы, до пяти вечера, чтобы закрыть накладную. Спасибо огромное вам всем, всем, кто с нами, кто видит, верит, кто переживается, переживает вместе с приютом. У нас новые жители. Вчера я спасла маленького котенка. Кошечку мы простернизовали, вы увидите дальше в ролике. Новый житель у нас собачка. Назвала ее Босс, но понимаю, что у нас в приюте уже есть Босс. Поэтому жду от вас нового имени нашему белому мальчику. Что еще сказать хочу? Хочу сказать, что помогайте приюту. Мы не спонсируемся государством. Поэтому я человек частный, который 11 лет назад просто решил спасать животных в этом городе. И хочу сказать также, что у нас возобновилась вновь стерилизация. Спасибо большое девочкам из клиники Айболит. Назь, наш новый питомец. Да, хотел назвать его Боссей, но Босс у нас уже есть. Так что скажи, зрители канала, жду красивый, красивого своего имени. У меня с именами проблема. Забыки гуляют. Сено приволокли. Пока думаем, что включительно октябрь-ноябрь нам должно его хватить. Кушаем яблоко. Ты, глянь, он яблоко кушает. Ты мой хороший. Тебе тоже нравятся фрукты? Да, тебе нравятся фрукты. Домашний был. Мне кажется, он домашний был. Если он понимает, что такое яблоко. И он вышел сразу, в туалет сходил из домика. Приглядитесь к нашим красавцам. Вот у нас такие два красавца. А ей тоже хочется. Она тебе целая. Ай, ты пробку не ешь. Хочу сказать по поводу стройки. Мы писали в сообществе, что я заняла финансовые средства. И в прошлом ролике я говорила. 11 тысяч на строительство будок. Потому что пока стоит погода, нам надо доделать эту линию. Нам осталось уже где-то будочек 9. И все, ура. Все наши собаки с новыми будками в новых домиках. И это, конечно, очень хорошо. Домик в домике. Плюс солома и собакам счастье. Домик в домике. Сегодня я еще хочу вам уделить немножко внимание на то, что это, конечно, будет уже в следующем ролике. Вы видите, что у нас все домики это окна. Окна, где у нас находятся решетки. Мы их в этом году специально ставили снутри. Каждый год мы обшивали окна пленкой. Пленкой, утеплителем. Ну вот пришел наш знакомый Тема, он бывший бригадир по строительству и предложил нам вариант утеплять окна в этом году поликарбонатом. Поликарбонат стоит 2-300, это самый дешевый я нашла, 6-метровый, объем большой, но и у нас 153 окна. Но это будет хотя бы долговечно. Лет на 7-8 мы забудем о том, чтобы покупать. А то я каждый год покупаю пленку, срываем, покупаем. То есть это тоже большой расход денег. Мы будем вставлять поликарбонат в рамочки и закрывать окна. А к лету мы будем просто выкручивать саморезы и снимать его, ставить в определенное место. Поэтому моя большая дружная семья у нас прямо вот с вами сентябрь-октябрь, чтобы успеть утеплить и доделать все живые помещения у собачек. Ну а сегодня я еще как всегда обращаюсь к вам, помогите закрыть долг за питание. Ну вот, получилась полноценная будочка на две собаки. А для тех, кто спрашивал, как мы будем убирать какашки, просто берешь, поднимаешь будку, выгребаешь и все. И все готово. Вот так вот. Все помните нашу норочку? Да? Вот такие мы стали круглые и хорошие. Вот так мы поправились, вот такая у нас жопа стала. Совсем другая собака, да? Это небо и земля. Лапуля, лапуля, разговаривайся. Ай, ай, лапуля лапу дает, да, лапу дает. Скажи, Лурбе. Так, ура. Понятно. Ты лапу люгнобиш, поэтому, да? И такая жирная стала. Смотрите, какая красавица стала, Лора. Какая она была, да, и какая она стала. Лорочка. Лорочка. Девочка. Так что, вот такими все становятся у нас собачки. Красавицами. Большим уважением ко всем к вам, волонтер бездомных животных и приветствовать добро, Ниталия. Смотрите, Убегаю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok